Итак, у нас сегодня заключительная лекция в этом сезоне проекта «Буллес ликбез», десятая лекция, которую я хотел бы посвятить творчеству Хельмута Лахеммана. Хотя и не только и не. Как сказал в одном из интервью современный немецкий композитор Вольган Кримм, традиция – это то, что идет от. По этой причине в сегодняшней лекции я бы хотел не просто остановиться на творчестве Хельмута Лахеммана, и даже не на тех изменениях, которые произошли в музыке в качестве реакции на его творчество. Но прежде всего я бы хотел взять его искание в качестве своего рода визитной карточки современного музыкального искусства как такового и постараться ответить на вопрос, что же отразжает музыка сейчас? Человека ли, как во времена, ну, к примеру, в эпохе романтизма, или нечто совершенно иное? По этой причине слово «зерцало», фигурирующее в наименовании лекции, совсем не случайно появилось. Здесь, равно как и не случайно, я дал его устаревшей литературной форме. Какова связь с традиционными представлениями об искусстве как зеркале души сегодня? Ведь это совершенно непраздный вопрос. Многие мыслители середины 20 века писали о тотальной дегуманизации искусства. Новаторское искусство не принимали. Карл Густав Юнг, Хосе Артега и Гассет и многие-многие другие видные представители интеллектуальной элиты, отказывая этому искусству в человеческом лице. По этой причине главным сегодня у нас будет вопрос, какова же природа этого самого искусства, которым они, одни из них, так скажем, из мыслителей 20 века восхищались, других же обуйные его отрицали. И имя Хельмута Лахену, оно здесь появляется не случайно, так как в музыке именно его имя стало именем нарицательным. С одной стороны, для любых передовых открытий, которые случаются в музыкальном искусстве, с другой стороны, фактически стало именем ругательным наименованием любого нового искусства. А причем, что самое интересное, не в среде непрофессионалов, им имя Лахенмана неизвестно, а в среде как раз профессиональной интеллектуальной брэзи. И вот это наиболее впечатляет. Так как не все из вас знают о контексте музыкальной истории, в которой начались новаторства и интеллектуальные изыскания Лахенмана, я сделаю небольшое историческое превью и расскажу о формировании такого направления, как инструментальная конкретная музыка, то есть того самого направления, которое и создал Хельмут Лахенман. Для этого придется обратиться к истории электро- и электронных музыкальных инструментов, чтобы понять, что нового сумел привнести Лахенман в искусство музыкальное, а с другой стороны, чтобы точно понимать контекст, в котором Лахенман в 60-е годы входит в это самое музыкальное искусство. История электроинструментов началась задолго, до 60-х годов, а началась за несколько лет до начала 20-го столетия, и связана с именем такого автора, изобретателя, как Тадеуш Кахилл. Иногда его транскрибируют как Кэхилл, он американец. Так вот, в 1896-1997 годах этот музыкант создал первую версию своего инструмента, который он назвал телармониум или более известный как динамофон. Минимальная версия этого инструмента весила 7 тонн, наиболее развернутая 200 тонн. Собственно, в качестве музыкального он мог применяться, судя по всему, только в 2-й и 3-й версиях, которые весили 200 тонн. Что это был за музыкальный инструмент, который вы видите на фотографии? Он занимал примерно 18 квадратных метров, он был в достаточно впечатляющих размерах. Он работал на основе электрических генераторов. То есть там тональные колеса были, и этот инструмент мог воспроизводить различные ноты. То, что называется аддитивность этого звука. То есть этот инструмент стал прообразом всех последующих электроорганов, и в частности, в том числе и знаменитого органа Хаммонта, который появится спустя 30-40 лет, в 35-м году. Следующим важнейшим изобретением в области электро- и электронных музыкальных инструментов становится открытие отечественного автора, это 1919 год, это Лев Сергеевич Термен, с его знаменитым терминвоксом. Терменвокс, в отличие от динамофона, используется по всей идее. То есть этот инструмент не мертвый, это инструмент, который используют композиторы и исполнители. И одним из ключевых моментов, уникальных моментов, которые удалось реализовать Термену в его инструменте, это то, что он был очень компактным. Здесь вы видите достаточно крупный терминвокс, сейчас они примерно вот такого размера. То есть это инструмент, который легко с собой можно переносить, и этот инструмент, который поддается очень гибкой нюансировке звука. Одна рука отвечает за звуковосотность, другая за динамические характеристики. То есть это две антенны с электромагнитным полем тоже. После открытия Термена последовала целая волна новаторств. И здесь я не могу не упомянуть. Один из важнейших инструментов 20 века – это волны Махтуна. Здесь вы видите изобретателя вместе с этим инструментом. Этот инструмент использовался в большом количестве классических оркестровых партитур. Ну, в частности, в Турангалилии и Левиен-Псиан. А, это все-таки абсолютная классика для 20 века. Этот инструмент был создан Морисом Махтыно в 1928 году. Что он из себя представлял? Инструмент имеет 7-ми октавную клавиатуру фортепианного типа и нить с кольцом, которая надевается на указательный палец правой руки. Когда мы подносим руку, оттягивая это кольцо, на необходимую клавишу, соответственно, будет звучать именно эта самая нота. А левая рука отвечает за кнопку, которая нажимает воспроизведение звука. Звук усиливается через усилители. Вот стоят большие колонки. И, соответственно, через громкоговорители, вот эти, он и транслируется в зал. Это не тихий инструмент. И интерес этого инструмента к автору был еще и в том, что он позволяет играть как очень широкоформатная глиссанда, так и вибратор. То есть этот инструмент был, несмотря на то, что он одноголосный, тем не менее, значительно проще к освоению, чем термин вокс, потому что имел клавиатуру. Во-вторых, имел те же самые особенности, что и термин вокс. Мог играть как вибратор, так и глиссанда. А не просто как орган того же хамада, которого еще тогда не было, он появится чуть позже. Мог нажимать только отдельные ноты, как нано, а пистических, рояле или органе. Впрочем, использовать волны махтунов как обычный инструмент по типу рояля тоже было возможно. То есть можно было просто нажимать на ноту. Хотя чаще всего он все-таки использовался для глиссандирования. Ну как в Туренгале. Что последовало за этим? Я не буду перечислять далее все различные электронные инструменты, которые в итоге привели к появлению синтезатора, такого уже более-менее современного типа. Меня интересует тот качественный скачок, который произошел в электронной музыке сразу после Второй мировой войны. Дело в том, что в это самое время становятся доступными достаточно качественные средства звукозаписи. До этого это было исключительно атрибутика крупных звукозаписывающих студий. А здесь появляются и магнитофоны, и более-менее неплохие микрофоны, которые могли приобрести себе авторы и начать активно с ними экспериментировать. Так вот, в сороковые годы во Франции появляется такое направление, которое получило наименование «конкретная музыка» или «Мюзик конкрет». Его основателями являются два композитора. Один из них – это Пьер Шефер. Обычно вспоминают именно его в качестве основателя конкретной музыки. Хотя это не совсем так. Потому что все свои первые работы они осуществляли вместе с другим автором, который по сей день живой. Ему в этом году исполнится 90 лет. Это Пьер Андрей. Более того, на мой личный вкус, Пьер Андрей ближе к исканию не столько экспериментальным, сколько к музыке как таковой. Что делают эти авторы? Они записывают различные шумы. То есть скрип двери, топот, стук колес, дыхание человека. И составляют из них музыкальные пьесы. То есть это на самом деле была целая революция. Потому что появилось огромное количество звуков, которые ранее не считались звуками музыкальными. Звуки жестко делились на музыкальные и не музыкальные. Оказывается, что те звуки, которые окружают нас постоянно, тоже могут стать музыкальными. И будучи использованы в музыкальных пьесах. И здесь я тем, кто не послушал в рассылке то, что я делал, советую послушать это «Вариации для двери и вздоха». Это пьеса Пьера Анри для 1963 года создания. Это совсем небольшая музыкальная пьеса. Как раз где скрип двери, прежде всего, он, потому что он громче, чем дыхание человека, и дыхание человека используется как два основных элемента для создания музыкального произведения. Это пьеса наиболее показательная для последующих наших рассуждений. После этих достаточно радикальных новаторств, а, кстати, Шефер вообще, в принципе, фигура очень радикальная, человек, который записался добровольцем разгребать землетрясения в Армении, например. И очень печально закончилась его судьба, он андсгейм. А вот Анри до сих пор живет, он очень уважаемый человек, потому что действительно он стоит в основании всех вот этих звуков, шумовых партитур, которые получили широкое распространение последующих кинематографов. После этого шквала конкретной музыки, скорее экспериментального образца, в электронике начинают появляться серьезные музыкальные произведения. Я назову только два из них, это наиболее яркие, наиболее важные пьесы. Это пьеса Карл Хайнса Штакхаузена «Пение отрогов». Это 1955 и 1956 годы. То есть достаточно близко к моменту появления конкретной музыки. Там 48-й, здесь 1955 и 1956. Это уже абсолютно серьезная партитура, которая с определенными натяжками не устарела и по сей день. Скажу, опять же, с натяжками, то есть мы можем ее оценивать, понимать, хотя навряд ли ее можно все-таки в концепте сейчас запускать. И другая пьеса, которая обычно считается вершиной или чуть ли не эталоном электронной музыки, это пьеса Эдгара Вареза «Электронная поэма». Действительно уникальное сочинение. 1957-58 года одно из самых последних сочинений этого автора. Удивительно, да, что композитор, который вовсе не застал эпохи электронных инструментов, который работал с симфоническим оркестром, но был с камерной музыкой, очень ярким новатором, в конце своей жизни обращается к только что появившемуся жанру. И создает там не что-нибудь, а чуть ли не самое ценное произведение. Что происходит в это время в СССР? На самом деле, после уникального изобретения термена, здесь не было все глухо, шли серьезные работы. И в 1958 году, то же самое время, что электронная поэма Вареза, создается первый в истории многоголосный музыкальный синтезатор. Он получил название «Анс». Его создал Евгений Мурзин, которого вы видите на фотографии. «Анс» стал эпохальным изобретением, потому что, понимаете, одноголосный инструмент – это одно, а инструмент, который действительно может воспроизводить некую аналогию с оркестром или ансамблем, это совсем другое. И анс получил такое наименование в честь русского композитора, новатора начала XX века Александра Михайловича Склябин. Склябин, как известно, первым обратился к синтезу искусств. Он в «Прометей» использовал цветовую партитуру. Тогда это было фактически невозможно, это было все на уровне крашеных лампочек, которые лампочки тогда были новаторства, колоссальными. Но на премьере это у него все срывалось, чем иронизировали его коллеги. И тем не менее, именно Склябину принадлежит соединение одновременно цвета и звука, тогда, когда об этом еще и никто не помышлял даже. Поэтому в честь этого автора был назван синтезатор. Синтезатор открыл совершенно уникальные возможности. Дело в том, что звук мог прорисовываться, включая все его бертоновые составляющие, любой. По сути, мы наконец-то добились того, что звук может быть создан самим композитором абсолютно любой, вне зависимости от акустических особенностей изначального инструмента. Над чем там себе ломали голову Амати, Страдиваль и Гварнери, как бы улучшить инструмент, Бёнс, Лейт и так далее, то для этой проблемы решилась мгновенно. К нему кинулись все видные отечественные авторы. Это Альфред Гармич Шниткий, в честь которого названо это учебное заведение, Эдисон Васильевич Денисов, Софья Асгатна Губайдулина из ныне живущих, и Андрей Волконский. Но для большинства людей звучание этого инструмента хорошо знакомо по партитуре Эдуарда Артемьева «Кракеноленте Солярис» Тарковской. Там он спокойно изображает орган. Мы слышим орган, потом, когда показывают сцену с этим океаном, этот орган начинает плавно расползаться во все стороны. Это все прописано на этом синтезаторе. Мы понимаем, что это уже, конечно, совсем не такие относительно наивные искания, которые были в 40-е годы у Энри, Шефера, хотя это и совсем другое направление, безусловно. С этого момента обнаруживаются абсолютные, я бы даже сказал, проблемы электронной музыки. Почему абсолютные? Потому что они показывают ее абсолютный предел. И ее абсолютным пределом, а как раз оказывается, не как у скрипка, типа низ, да, ограниченный диапазон внизу, или там необходимость удара молоточком на рояле, а как раз отсутствие ограничений. На этом инструменте реально можно сделать любой звук. И именно это становится ключевой проблемой. То есть можно создать любой лад, любые микротоны, можно поделить стандартную для нас шкалу, да, не на 12, да, октавы, ну вот, а там, предположим, на 44. А можно на 55,5, на 134,70. О! И именно вот эта безграничность и становится основной проблемой этого музыкального инструмента. Я уже разбирал эту фундаментальную проблему на одной из первых лекций в Лес Ликбеза. Собственно, сами понятия творчества и возможности, да, творения появляются только в условиях наличия ограничений. То есть тотальная свобода это невозможность творить все, что угодно, да, а и тотальная невозможность. Вот в чем как бы... И электронная музыка это доказывает просто безупречно. Как только она наконец-то дошла до того, что... То есть Мурзин сделал, пожалуйста, авторы, пишите все, что хотите. И вот авторы сразу передумали. Писать, что они захотят. Потому что я на самом деле работал, правда, не с самим Ансом, а с его аналогом. Это безумно сложно. Это безумно сложно, и я не считаю, что это было прямо здорово. Потому что именно неограниченные возможности этого инструмента ты не знаешь просто... Нету ни одной стенки, с которой можно начать. Но по большому счету это аналог шизотрии. И из этого кризиса пытаются выйти двумя путями, о которых я сейчас поговорю. Прежде я хотел еще сказать, что акустические инструменты, какие бы новаторства к ним не применяли авторы, понятно, что это все, каждый из этих новаторств шло через жуткие трения, через природу линия, природы инструмента. И есть даже момент сугубо психологический, который вообще сложно как-то определить. Но все, наверное, знают знаменитую Чуколу Ваха, написанную для скрипки соло. То есть сложнейшее многоголосное сочинение написано для почти что одноголосного инструмента, для которого исполнение двойных нот и аккордов является скорее неким дополнением к его одноголосной природе, чем его базой. Да кого? Это произведение было настолько известно, что появляется целый ряд его транскрипций. И, к сожалению, из всех транскрипций, единственная удачная транскрипция для инструмента, для рояля, принадлежит, на мой взгляд, Браус, который сделал то же самое, что Баха. Он написал эту транскрипцию для одной левой руки. Он задал то самое невозможное ограничение, когда четырехголосная музыка звучит в пределах одной руки. А если мы исполняем ее двумя руками на рояле, сколько бы мы не усложняли эту партию, как там это делают в узоне, и так далее, это звучит несоизмеримо менее напряженно, чем это звучало у Баха. Вот это предельное ограничение, которое задает Бах, которое у него отражается и в до-мажорной фуге для скрипки соло. Представляете, самую объемную свою фугу Бах написал для, по сути, одноголосного инструмента. Не для оркестры, не для органа, а для скрипки соло. Опять же, оно производит настолько сильное впечатление, потому что там эти ограничения предельные. И она их превозмугает. А об этом есть очень хорошая статья, небольшая статья в замечательной книге Джорджа Агамбена «Нагота». Она называется «О том, чего мы можем не делать». И там Агамбен ставит радикально как раз проблему от того, что именно отказ от невозможности и вызывает, по большому счету, как ступор, так и отсутствие любой индивидуализации индивидуализации субъекта. То есть, именно схватиться за невозможность, схватиться за ограничения, да, схватиться за свои ограничения и является единственным путем к последующему развитию. Ну, это обыграно еще, если вы знаете, в целой серии работ Адлера, одного из учеников Зигуна Докрейда, который ставил в угла просто свою психологию. И там это было все на уровне психологии, с которой мы можем соглашаться или не соглашаться, но для нас, как музыкантов, музыка продемонстрировала просто этот пример блистательнейшим образом. когда появилась возможность всего, все как-то очень быстро оттуда сбежали. У электронной музыки на самом деле это было не единственное. Я обозначу еще две. Другую проблему обычно именуют как отсутствие интерпретата. В традиционной музыке обычно автор предполагает лишь некий проект, план реализации сочинения, который выражен в нотном тексте. Но само исполнение принадлежит интерпретатору. Это может быть дирижер, это может быть сольный музыкант исполнитель или какой-то коллектив, но партитура не является самим звучащим результатом. Партитура это все некая схема, некая рекомендация к исполнению. По этой причине часто говорят, что в электронной музыке интерпретатор отсутствует. Я с этим посмею не согласиться, я как раз считаю, что в электронной музыке интерпретатор доведен до своего логического предела. То есть там нет ничего, кроме интерпретации, причем единственной, то есть авторской. В электронной музыке автор создает не рекомендацию к исполнению своего сочинения, а единственное зафиксированное исполнение. причем именно единственное, это не тот случай, когда исполнитель постоянно играет одно и то же свое сочинение, как Рахманин или Прокофьев, если вы посру лучше их сравните, одинаково они не играют. А это как раз единственная возможная интерпретация. То есть интерпретация здесь доведена до предела этой логической, просто больше ее уже не может. И так как музыка развивается как живой организм, то есть музыка 50 лет назад исполнялась не так же, как она исполняется сейчас, музыка 100 лет назад исполнялась еще более отлично, чем мы ее сейчас слушаем, а электронная же музыка раз и навсегда зафиксированная превращается в консерву. Это слово, которое любит использовать относительно электроники Владимир Григорьевич Торнопольский, в каком-то смысле я с ним абсолютно согласен, это действительно консерва. Но раз она всегда запаяна, да, слушать мы его будем по-разному, спустя разное количество времени, но оно само не может откорректировать своего, так скажем, свою точку, свое значение в культуре, а культура постоянно меняется. То есть музыка Баха сейчас не звучит так, как она и звучала при Бахе. И более того, она, пройдя все этапы своего становления в культуре постоянно модулировала. И именно за счет этого она сохраняла свой высокий статус. Эта музыка, адаптивность у нее нулевая, да, потому что она полностью захостенела, хотя, может быть, она и совершенно реализована. Но, как мы знаем из той же биологии, не совершенство реализации, но только адаптивность позволяет выжить. Не интеллектуальный потенциал, а только приспособления. И, наконец, третья проблема электронной музыки вытекает, на самом деле, из второй. Дело в том, что электронные инструменты стремительнейшим образом эволюционируют. То есть спустя каких-то 350 лет, я имею в виду 30, 30, 50 лет, не 350, да, 350, я представляю, что будет. Да, мы это слышим, что опять не сможем. Уже спустя 30 или 50 лет с момента создания вся эта музыка превращается в музейный экспонат. Ее транслировать на концертах невозможно. Очень быстро устаревают сами инструменты. Ну, примерно с этой же проблемой сталкивается и кинематограф, хотя в меньшей степени, потому что там есть живая игра актера. Здесь эта проблема тотальна, и получается весьма любопытный момент. Для искусства в принципе устаревание не свойств, потому что оно обладает высокой адаптивной природой. Однако, для искусства, в которое слишком проникают научно-технические достижения, устаревание оказывается весьма и весьма специфическим свойством. Поэтому даже музыка, которая исполняла их живую на тех же волнах Мартыно, имеет определенную тенденцию к устареванию. Понятно, что современная электроакустика выглядит совершенно иным образом, и мы это сейчас воспринимаем просто как некий знак эпохи. Я не хочу сказать, что что-то, раз она всегда зафиксирована, во что бы то ни стало устареет. Например, та же архитектура или живопись. Те искусства, которые существуют по иным законам, в принципе. Музыка существует по другим законам, как театр, допустим. Она нуждается в постоянном обновлении. Поэтому такая привязка к историческому моменту, она сказалась тоже не самым лучшим образом на популяризации электронной музыки, потому что авторы, которые получили наконец-то этот уникальный инструмент, то есть 60-е, 70-е годы, они уже слышали то, что еще молодые Шефер и Анри устарели уже безнадежно. Их отделяет разница, как будто они жили 200-300 лет назад. Понимаете? И из этого кризиса электронной музыки есть двухсторонний выход. Я бы даже сказал трехсторонний, но о третьем я поговорю чуть позже. Я хотел бы сейчас обозначить собственно два базовых. Очень быстро электронная музыка и музыка с использованием электроинструментов, это я понимаю, тоже, нашли себе место в популярной периоде. Как же они там-то оказались? Дело в том, что в популярной музыке ограничения и так чрезмерно уже внутри. Это шаблон. То есть популярная музыка не нуждается в каких-то открытиях новых вселенных, и поэтому использование каких-то новаций электронных инструментов и электроинструментов оказалось весьма-весьма кстати. Если есть для каждой эпохи, для каждого десятилетия свой некий шаблон для каждого эстрадного направления, то добавление туда каких-то новых звуков помогло привлечь лишнюю аудиторию, и это весьма-весьма эффективно работало. Там появляются всякие психоделические направления, и так далее. Ну и естественно это очень заинтересовало продюсеров, когда наконец-то электронная или уже компьютерная музыка позволила заменять оркестр. То есть даже в очень продвинутых и многостоящих многобюджетных партидурах очень часто вместо настоящего симфонического оркестра стали использоваться его аналоги электронной. Это дешево, это стопроцентно, это никакой фальши в интонации и так далее. Это безупречный верняк, а так как это продукция рассчитанная на массового пользователя, то естественно массовый пользователь в масти своей не отличит от живого оркестра, а получит как раз качественно готовый результат. то есть это одна ветвь, то есть электронная музыка ушла в прикладной или поп жанр, даже не совсем верно, поп в эстрадный жанр. Вот академическая же среда нашли идеальный баланс, как ограничить этого зверя. Его стали использовать исключительно в электроаркустической музыки. Ограничителем здесь выступал сам акустический музыкальный инструмент, а электроника являлась неким дополнением, которое обыгрывало те ограничения, которые задавались инструментом акустическим. Я здесь не могу не назвать те замечательные партитуры, партитуры, автором которых является человек, чье имя носит наш курс, это Пьер Гулес, и одна из этих сочинений это диалог двух теней, иногда переводят еще как диалог двойной тени, и одно из самых последних сочинений Пьер Гулеса это Антемы 2, или Энсен это такое духовное песнопение в Антеме, это сочинение для скрипки электроники. Номер 2 означает потому что первый Энсен был написан для скрипки без электроники. С добавлением электроники она получила второй номер. Это 98-й год Энсен 2-й. Это одно из самых последних сочинений Пьер Гулеса. Несмотря на то, что он умер относительно недавно, тем не менее, в 21-м веке он создал всего 2 процитута. И он уже был в серьезном возрасте. Однако, этими двумя линиями вовсе не ограничивается ответвление, то есть отпочкование от электронной музыки. Третье, и самым важным для нашей сегодняшней лекции стало как раз направление, получившее наименование инструментальная конкретная музыка, создателем которой стал Хельмут Лахеман. Дело в том, что инструментальная конкретная музыка вовсе не предполагает использование каких-либо электронных средств. Каким же образом я отношу ее к одному из направлений вызревших из электроники? Дело в том, что основное достижение Шефера и Анри было не столько в том, что они стали писать музыку для скрипучей или вздыхающего человека, симфонии одного человека. Человек кричит, топает, текст какой-то из нас. Их основное достижение конкретной музыки было в том, что они смогли перевернуть наше представление о музыкальном звуке, показав, что в контексте музыкального произведения любой звук становится выразителем интенции автора. То есть становится искусством, а не просто фактом реальности. То есть если я уроню сейчас ручку, это факт реальности. Если я уроню эту ручку как выписанный необходимый момент внутри музыкального произведения, это не будет просто удар ручки. Это будет совершенно определенный звук, который, если выписать тем более параметры этой ручки, да, если даже их не выписывать, с большой долей вероятности попадет в определенный ограниченный спектр. То есть он не может звучать как, если уронить либро, например, или что-то другое. он имеет совершенно определенную природу. Так и вот, вполне закономерно, что уже в 60-е годы появляется идея воплотить все то же самое, что делали Анри и Шефер, но не в электронике, а используя обычные академические акустические инструменты. Именно этим человеком стал Хельмут Лахенман. Лахенман открывает целую вселенную звука. Он демонстрирует, что в каждом скрипе, в каждом шорохе, который можно извлечь из академических инструментов, скрывается колоссальное многообразие оттенков и нюансов. Есть и композиторов, относимых, предположим, к направлению Саморика. Наиболее известным из них является Кшишнов, Прагеретский, мы имя живущие еще. Так вот, если их интересовал просто любой оригинальный звук, который можно извлечь на инструменте, например, играть на скрипке по самой деке, по корпусу, или за петельку контрабаса, то Лахенмана начинает интересовать не просто необычный звук, но только такой звук, который подвержен процессуальным изменениям. То есть, только тот звук, который в тембре может совершать определенного рода модуляцию, либо в тембре, либо в динамике. То есть, тот звук, с которым можно работать на очень тонком уровне. Опять же, удар ручки, который я принял, его бы не смог заинтересовать, потому что здесь его достаточно проблемно фиксировать. Для того, чтобы его использовать как звук музыкальный, нужно было найти подход к этому звуку, чтобы можно было выстроить определенную градацию, штабу, чтобы начать работать с этим звуком. А не просто используя печатную машину, как использовали многие такие революционно настроенные. И интересно то, что Аллахинман начинает работать не только с музыкальными инструментами в таком направлении, но и с человеческим голосом. И одна из первых его пьес в этой эстетике выдержана это тема как раз для голоса флейты и виолончели. Заметьте, 68-й год. То есть это пьеса для скрипа двери это 63-й. А 68-й год это уже полностью сложившийся эстетик Аллахинмана. Он еще молодой человек. Это первая партитура, в которой он не просто создает все то же самое, что делали Анри и Шофер, но тут же несоизмеримо превосходят его, используя обычные средства. Здесь видите, здесь нет симфонического оркестра, здесь очень ограниченное количество инструментов. Всего лишь один струнный, один духовой и голос, человеческий голос. Хотя голос, конечно, чтобы эту пьесу реально по-человечески услышать, нужен с микрофоном подзывчиком. Но это для 20-го века не является чем-то, да, экзогенером. Есть целый ряд инструментов, которые играют всегда с микрофоном подзывчиком. Ну, в частности, те же самые народные инструменты. нейн, и неудивительно, что Лахенману удается сделать такой совершенно уникальный прорыв по одной простой причине. Дело в том, что в моментах с 58-го по 60-е годы он учится как студент-частник за свои собственные средства у Луиджи Нона. Это композитор, который входил в триаду с самого пика авангарда, так называемого авангарда штатской школы. Это Пьер Гулес, Карл Хайнштагхаузен и Луиджи Нона. И Нона как раз в это самое время, когда Лахенман у него берет уроки, осваивает для себя электронику. Он открывает для себя электронику, он создает в 60-м году приношение Эмилио Ведове, такой был художник, итальянский авангардист, художник, и наконец в своей опере нетерпимость, тоже 60-го года, Нона активно использует громкоговорители. Он начинает использовать в опере не живой хор, а хор, записанный на пленку, который включают через громкоговорители, и это позволяет ему хор с любой точки запускать, потому что громкоговорители размещаются там, где ему нужно. Помимо этого, в 65-м году Лахенман работает в Генте, в университете, в студии электронной музыки, где пытается реализовать себя как автор электронного сочинения. У него есть всего одно единственное электронное сочинение, оно как цикл не закончено, оно называется сценарием, и в 65-м году он уже мог со всей очевидностью столкнуться со всеми проблемами электронной музыки. То есть он понимает, что в этом направлении идти без инструкции. И смотрите, 65-й год, 63-й год, спустя три года он переносит весь этот накопленный опыт из электроники в акустическую музыку. И вот это будет революционно. Потому что одно дело, когда электроника пытается развиваться самостоятельно, заметьте, насколько сильнее оказывается то, где вообще нет электроники. Одно ответвление от электроника популярная музыка, другое электроакустика, это уже серьезные настоящие партитуры, но не столь революционные как Лахин. И наконец то направление, которое открывает Лахинман, это абсолютное новшество. Это целая новая вселенная, которая сделана с помощью тех же самых инструментов, которые существовали уже чуть ли не с 17 века. Но классические скрипки и виолончели, работы того же Стародивария, они в 17 веке созданы. И вполне такие пьесы могут исполняться на этих самых музыкальных инструментах. Таким образом, открывая огромную вселенную новых звуков, Лахинман выбирает совершенно определенную форму ограничения. Это ограничения, связанные с акустическими инструментами и особенностями исполнения на них. И этим он снимает всю проблематику электроники. Потому что здесь эти ограничения предельны. Он во всем, во каждом своем новаторстве идет чуть дальше, чем могли идти до него. То есть преодоление возвращается. его музыка первая проблема. Помните, электроника была консервной. Музыка Лахинмана способна эволюционировать, так как она выписана в виде обычного нотного текста, не совсем обычного, потому что очень много комментариев, то есть очень много сложных новых приемов, но они обговариваются в легенде, которая предшествует партитуре, где выписано все, что, как играть, и по большому счету мне не удавалось найти каких-то радикальных обновлений у Лахинмана. Когда он точно определил, как записывать тот или иной прием, он его записывает таким же самым образом и в дальнейшем своих партитурах. Если эти обновления не были, то они не носили какого-то принципиального характера. И что это позволило? То есть даже если вы сейчас послушаете какие-то записи Лахинмановской музыки времени начала его карьеры, то есть там 70-х годов, то и сравните их с записями, которые мы имеем за 2000-е годы, то вы поймете насколько по-разному ее уже начали играть. То есть его музыка способна к эволюции. А это значит, что это обычная музыка и она может спокойно развиваться вместе с обществом. Второе. Его музыка никаким образом не завязана на научно-технических достижениях. Она обращается к обычным академическим инструментам и просто к слуху автора. Таким образом она не имеет тенденции к устареванию. Здесь уже можно говорить о том, что какая-то музыка в ту или иную эпоху превалирует, какая-то уходит на второй план. Это всегда было, это всегда нормально, но устареть в качестве именно некого артефакта, как там лампочки у скрябина, никто же сейчас не исполняет пролетать именно оригинально я все. Включают прожектора, чтобы красиво все было. И я как раз уверен, что как раз этот самый скрябин был бы только рад такому подходу. И наконец его музыка имеет необходимые для любого искусства ограничения. А так как эти ограничения имеются, то соответственно нету вот этого безграничного пространства безграничной возможности, а значит музыка может твориться, создаваться. Есть те стенки, за которые автор может смело держаться. Безусловно сложно себе представить, что такой шквал новаций в области инструментализма был бы возможен без влияния конкретной музыки. Ну сами понимаете, что искусство игры на скрипке существовало в логии века и никогда никому особенно не приходило в голову, что из нее можно извлечь еще десятки новых звуков, совершенно иных. Такие звуки стали возможными, разрешенными только тогда, когда их уже опробировали в области конкретной музыки. Понятно, что скрипка может с таким же успехом воспроизвести скрип двери и так далее. не точно, но какие-то звуки, выходящие далеко за пределы обычного нормного текста. И музыка Лахинмана в этом смысле явилась действительно настоящим открытием, но, впрочем, открытием скорее для Европы, чем для СССР. в СССР его достижения очень-очень долго оставались абсолютно неизвестными. Его учитель Буиджи Нона здесь даже ставился, его опера ставилась в театре на Таганке, там участвовал даже Высоцкий в этом постановке, любимая постановка была, потому что Нона был членом Пумпартии, Пумпартия пробивала такие постановки итальянские, причем он был не просто имел корочки, он был очень революционно настроен, на все стачки ездил, то Лахенман в этом смысле ничем похвастаться не мог таким, он просто писал хорошую музыку, которая не входила в ареал той музыки, которую любили в СССР, любили в смысле новую вне власти. Однако после 91-го года произошел своего года бум влияния именно этого композитора на отечественную музыкальную традицию, правда наряду со спектрализмом, который мы уже рассматривали на одной из лекций. Не так давно меня приглашали в качестве члена оргкомитета крупного нашего фестиваля отечественного, это экспозиция, это был уже шестой всероссийский фестиваль современной музыки. Соответственно это фестиваль проходящий в Нижнем Новгороде и мне было очень приятно в этом году услышать, что в течение двух дней фестиваля звучала музыка, ну так скажем, на 70% генетически вытекающая именно из творчества Хельма Талахина. Я не могу сказать, что этому способствовал исключительно я в качестве члена юрия отбирающего эти практики, потому что там было немало композиторов, которые руководили отбором партитур, и тем не менее конечный результат был впечатляющий, и вы знаете, это такое впечатление, что попало куда-то в Европу, что это не Россия. Сама по себе камерная обстановка Нижнего Новгорода, публика доброжелательная, которая сидит и слушает эту музыку, музыку, где могут играть наперстками на скрипке и так далее. Я сам представлял пирамиду свою, и это был тот случай, где пирамида звучала как нужно, то есть как нечто такое традиционное, академическое, вполне традиционное в хорошем смысле этого слова, она была хорошо воспринята публикой, и композиторами, но сочинение, которое не вызывает эпатажа, потому что оно не для этого написано, оно написано просто как музыкальное произведение, и то, что оно вызывает эпатаж, как раз говорит о определенных тенденциях в контексте, где она реализована, о которых я скажу чуть позже еще сегодня. То есть фестиваль экспозиции, последний, только что прошедший в конце апреля этого года, показал лично для меня, что влияние Лахенмана на современную композиторскую школу очень сильное. Также я здесь организовывал творческую встречу с композитором Александром Кубеевым, одним из ярких представителей инструментально конкретной музыки в России. Я прилагал одну из его пьес в качестве комментария к посту, который я делал в ВКонтакте. В принципе, просто если вы введете его имя и фамилию в интернете, вы найдете большое количество его партитур, он достаточно известен, хотя он и младше меня. Тоже это автор, который активнейшим образом не копирует, но развивает те тенденции, которые были заложены Лахенмана. Спутать его музыку с Лахенмановской невозможно, это совсем другая музыка. Но, так скажем, если традиция это то, что идет от, он идет явно именно от Лахена. Ну и многие из вас присутствовали на фестивале, который я проводил в декабре этого года, фестивале, посвященном современной музыке для струнного квартета, там звучало сразу же несколько сочинений генетически явно связанных с Лахенманом. Это тоже пьеса квартет Хубеева и сочинение одного из, наверное, легчайших наших авторов отечественных современностей, это Дмитрий Куренский, который сумел найти в инструментальной конкретной музыке абсолютно свое лицо, лицо совершенно уже не похожее на Лахенмана. И в то же время, именно если я вижу у Хубеева некий период исканий, он все время что-то новое обновляет, он хочет попробовать в этом, в этом, в этом, это здорово, это замечательно, то у Ковалянского я уже вижу всегда нечто, что можно было назвать стилем, или, по крайней манерой, письма. Таким образом, влияние Лахенмана не просто влияние на какой-то период 70-х, 80-х годов, это самое актуальное, что только можно сейчас представить. Я уже не говорил о том, что автор сам живет и по-прежнему работает, хотя и в очень ограниченных количествах, он в последнее время почти ничего не пишет, он все-таки преклонный возраст, он современник Альфреда Галиловича Шенетки, ну, с 35-го года дождей, с 34-го. Однако, те интенции, которые были заложены в музыке Лахенмана, сейчас активнейшим образом реализуются в отечественной музыке. И это очень интересная музыка. И, тем не менее, наиболее важный для нас вопрос, или даже два вопроса, на которых я бы хотел и сосредоточить оставшееся время лекции, это следующее, о значении творчества Лахенмана для каждого из нас. То есть, что его музыка дала обществу, кроме той богатейшей палитры красок, которую он открыл, и что его музыка может дать каждому из нас лично. и начну я, наверное, со второго. Именно Лахенману, его визиту в Москву, его лекциям, его концерту, я лично обязан тому опыту, умение слушать современную музыку, которая у меня есть. Этот визит был не так давно, это не 10, не 20 лет назад. То есть я уже был в возрасте выходящем за пределы ученического, и тем не менее я имел опыт слушания современной музыки скорее интуитивный, чем некий упорядочный. Да, я ее много слушал, она мне очень нравилась, я любил Гулеза, Нона, Берио, Лигити, Мюрая, частично Лахенмана, не все сочинения, в частности ту тема, которую я показывал, я не мог воспринимать никакие вопросы, я не боюсь о том признаться, но я не мог воспринимать как ряд сочинений того же Лахенмана, так и совершенно не воспринимал Филгуру Калхайнса, штатгаузен. Я мог его послушать, я мог понять, как это здорово сделано в партии, но чтобы оценить это со статической точки зрения, это было выше моего понимания. Лахенман же на своих мастер-классах сумел совершенно потрясающе систематизировать мой слуховый опыт. Что он на этих лекциях объяснял? Он говорит о том, что существует некая естественная природа звука, но, предположим, есть микрозвук, удар малого барабана. Это очень короткий звук, едва ли не в пределах нашего восприятия, и тем не менее, этот звук имеет свое начало, продолжение и окончание, и без любого из этих элементов не будет нами воспринят как некое законченное, некое целое. Я уж к вам приводил на одну из этих знаменитых экспериментов, которые фортепианного звука начали произвести, и никто флейт Потому что мы привыкли, что звук имеет определенную природу. Если мы лишаем одного из трех составляющих, то этот звук становится совершенно не похож на самую себя. Совершенно другой звук. Знаешь, что, без удара почти синус есть. Блин, почти синус есть. В чем это совсем старый эксперимент, советский чайборхизм. Далее. Есть макрозвуки. Предположим, удар в бонюх. У него тоже есть свое начало, есть очень длительный процесс и своя фаза завершения. Почему эта фаза может тоже длиться очень долго. Это не то, что снять педажи рояля. И, наконец, в эту же самую область Лахенман помещает то, что я называю событие. То есть звук сконструированный из различных инструментов. Не тот звук, который можно извлечь из инструмента, который сделал мастер. Скрипка, кларанета и любой другой. А звук, который создает сам композитор из отдельно взятых звуков. Получается, событие это может быть всплеск, некий пассаж, это может быть некий гул из разных наслаивающихся на друг пластов. Но его нельзя рассматривать, из него уже нельзя вычленять что-то. Его можно за ним следить как за переливами неких красок, как мы можем следить за оттенками тремола на малом барабане, или за разницей в звуке гонга. Но мы не должны вычленять из него все эти отдельные тембры. Кларнета, Валторна. Это события, которые, как правило, в музыке, особенно авторов шестидесятников, отделяются паузами элементарно какого-то. Если вы послушаетесь к музыке того же Гулеза, то вы заметите, что там либо паузы, либо запятые небольшие цезуры. И это событие, как правило, не очень большое, как раз и является своего рода сверхмотой. И именно таким образом и нужно слушать эту ноту, как сопряжение этих сверхтонов. И помимо этого, то есть это интегративность, как основная направленность, Лахенман вводит и совсем иную интегративность. Дело в том, что он начинает замечать, что сам тип исполнения на инструменте, например, игра на скрипке, игра на виолончели, определенных приемов, тоже обладает своей художественной выразительностью и может быть использована и даже вне самих этих звуков. Например, человек, который имитирует слово корда на виолончели, это тоже определенный, достаточно сильный эффект, который тоже производит определенные впечатления. Своего рода такой театр, сверхтихий звук, который мы его не слышим, но мы видим, что скрипач ведет свечет, а значит мы прислушаемся и нам кажется, что этот звук как будто бы есть. Хотя на самом деле естественно нет, мы его не слышим, чисто акустически мы этого не можем сделать. Это интегративность совсем другого типа, интегративность уже с глазом завязана, на глазах. И здесь важно не спутать его интенции с тем, что делали спектралисты. Если вы помните, они пытались создать целую музыкальную пьесу или раздел ее, исходя из слушания на уровне анализа звука, единый звук. Они работали со спектром одного отдельно взятого звука. Лахенман не ограничивает себя ничем, он вообще не обращается к компьютерным технологиям, он вслушивается в сами шумы, которые раньше назывались шумами, просто потому, что никто не догадался чуть больше своего внимания обратить на эти звуки. Ну, когда-то за шум очевидно сходили и те пиццикаты, которые родили Морте Верти в 17 веке, когда никак не могли понять, зачем на скрипке играть пальцем, если можно взять люки. Сейчас ни у кого это не вызывает никаких не оскорбляя чувства верующих, тогда это очевидно очень сильно не оскорбляя. Ну, и второй важнейший вопрос, который я хотел бы поставить, а чему эта музыка может научить нас, если, как многие выражаются, она неэстетична. Второй момент я оставлю пока открытым, я не буду спорить с этой точкой зрения, но точка зрения распространенная, поэтому я не могу ее не привести. Так и вот, искусство прошлого давало нам не отражение человека, хотя очень часто именно так оно и позиционировалось. Значит, искусство отражает реальность, все, кто учились в советской, учебной поведении, такое максимум знали. Но искусство на самом деле вплоть до эпохи возрождения давало человеку не зеркало, оно давало ему вполне конкретный образ. Для эпохи античности это был образ героя. Но в античности это, слава богу, был не один, было много. И был выбор для идентификации с этим героем. То есть, что переживать мы можем только тогда, когда идентифицируемся. В античности таких героев было много, более того, они даже имели разный пол, то есть, женщина могла идентифицироваться с каким-то женским персонажем. В эпоху христианства таким героем становится единственный образ. Это Христос, с которым, естественно, должны были идентифицироваться все христиане. В 1427 году выходит знаменитый трактат Фомы Кемпийского о подражании Христу, метате Христи. Книга, которая стала после Библии самым издаваемым текстом в истории. Это 5000 переизданий вообще с момента своего написания. Книга, она есть, естественно, и на русском языке, вы можете с ней сами ознакомиться. Книга, которая демонстрирует, по каким пунктам человек должен подражать Христу. И образы, которые мы знаем по живописи, особенно по живописи средневековой, то есть иконы, это образы, на которые человек должен был равняться, он должен был смотреть на совершенство Христа, совершенство святых, и сравнивая якобы с собой, понимать, над чем ему нужно работать. Но, думаю, уже очевидно, что это без перспективы. Каким образом мы можем понять, как мы соотносимся с ними, если, собственно, себя-то мы не видим. Мы видим только святого. Эпоха Возрождения представляет нам уже не образ какой-то запредельный, не образ божества, а образ человека, идеального человека и гражданина. Ну, вы все знаете такой образ по Витрувианскому человеку. Леонардо это чуть позже создано, чем о подражании Христу Промы Кемпийского, хотя и в одном и том же веке. Я бы даже сказал, что Кемпийский скорее суммировал всю мысль предшествующей эпохи, а Леонардо скорее смотрит вперед. Чем же этот образ нас не устраивает? Да, собственно, мало чем отличается от первой версии. Нам представляют некий идеал, совершенство, на которое мы смотрим, умиляемся, мы с ним идентифицируемся, и после этого мы просто считаем, что мы такие же хорошие. Если мы уж с ним интересовались. Тем более, что в эпоху смерти Бога с 19-го столетия, столетия нигилизма, собственно, становится очевидным, что человек не может больше быть чьей-то копией, тем более копией чего-то несуществующего. Потому что, естественно, Леонардо это еще фигура человека, который живет в эпоху господства христианского мировоззрения. Здесь человек есть подобие божества. Человек уже расправляет плечи, но он все-таки есть подобие Бога. Есть даже люди, которые эту концепцию со всеми вытекающими и по сей день проповедуют. Я думаю, вы много таких людей сталкивались с такими, которые считают, что если у них какие-то проблемы, они несут как Агнус Деи, как Артан Уильдзи все грехи мира на себе. И что если кто-то против что-то сказал, то это по сути современный мир. то есть идентификация с этим образом, образом христианским, она и сейчас очень сильна. Представляю, какая она была в момент написания Фомой Кельпийски в своем департаме, когда другого образа просто драматизма существовало. После открытия психоанализа же, то есть с рубежа 19-20 века, человек обращается к своему внутреннему миру. Впервые. Оказывается, что приятные совершенные образы далеко не всегда означают что-то позитивное. В то время, как как раз образы негативные, пугающие или даже отталкивающие, мерзительные вовсе не значит, что свидетельствуют о какой-то деградации личности и так далее. То есть прекрасное перестало быть тождеством божественного мира. Ну, к примеру, любой психолог подтвердит такую идею, что туалетные сны, сны о затоплении экскрементом того или иного помещения, это совершенно колоссальный трансформативный опыт. И такие сны, как правило, предшествуют переломному моменту в анализе, собственно, когда анализ переходит в некому качественному прорыву. То есть это сны в какой-то степени позитивные. Это сны, которые могут привести к разрешению мертвой петли в сложившейся ситуации. В то время, как если человек страшеннейшим образом вытесняет все негативные составляющие из своего окружения, то он никогда не сдвинется с этой самой мертвой точки. И при этом это не значит, что у него реально все хорошо. Те, кто с ним живут рядом, могут страдать страшеннейшим образом, потому что он просто вытесняет из себя все то, что не соответствует идеальному образу. Да, если он Христос, то он же не может ничего плохого издавить. Но, это значит, что он про это либо забудет, либо с большой долей вероятности припишет кому-то другому. Но так, собственно, развился, если верить Эрику Нойму, так развилась нацистская дорога. Да и расчистка всех типов в качестве проекции своих же отрицательных составляющих. Искусство, таким образом, которое реализовано в 20 веке, это не дегуманистичное искусство, а искусство, которое, как бы это парадоксально не разручало, впервые представляет человеку человека. И человеку она представляет человека следующим образом в качестве зеркала. Не в качестве витрувианского человека, а в качестве отражения, которое мы можем наконец-то увидеть в самих себя. И, как известно, если вы смотрите в отражение и видите там нечто безобразное, как гласит одна народная мудрость, нечем на зеркале видеть колерожкой Все искусство, которое именуют искусством кризиса, на самом деле впервые стало показывать человека, каким он есть. Можно сказать, а зачем нам нужен этот угодливый человек? Нам нужен идеал, чтобы на него равняться. Искусство нового типа действительно способно улучшить. Потому что, если мы смотрим все в отражение, мы, по крайней мере, точно видим нынешнее свое состояние. Искусство же прошлых веков показало свою в этом смысле нерезультативность. Я не говорю о том, что оно не работало тогда. Я говорю о том, что оно не работает сейчас, в этой самой церкви вопастась. В качестве эталона, к которому мы можем стремиться, и чтобы человек от этого действительно становиться лучше. Искусство даже нового типа способно это сделать. Ставит ключевой вопрос, а каким образом? На одной из прошлых лекций мы с вами пришли к такому заключению, что современное общество, то есть современный субъект эпохи невротизирован. И при этом невротизирован совершенно конкретным образом, неврозом навязчивости. Это своего рода петля, я ее демонстрировал на примере аутентизма как направления. И те, кто были, помню, может казаться, что это ужасающая ситуация неразрешимости. То есть это ситуация, из которой субъект эпохи вырваться не может. Но на самом деле это не столь уже плохо. Потому что, как известно, есть два базовых типа невротизации, это невроз навязчивости и истеризованности. То есть истеризация. Но под истеризацией я понимаю истерию современного типа, а не той, от которой лечили Шахко и учителя Фрейдера. Душ пытались тщетно использовать для этого цели. Так и вот, если на истеризованного субъекта анализ не действует никак. Даже Фрейдерские пациентки стабильные, то есть у него с ними не вышло ничего. А нет, он просто уходил. И судя по всему истерия в принципе не способна измениться в результате анализа. Он просто в ненегуру заточен. В то время как он идеально заточен под невроз навязчивости. То есть с большим процентом вероятности невротик навязчивости обращающийся в анализ получает того, что искал. То есть он приходит к какому-то компромиссу с помощью которым он начинает получать возможность к существованию. И естественно это происходит в качестве в результате его взаимодействия с аналитиком аналитиком который становится зеркалом для него же самого. Ну известная ситуация переноса переноса не так как это любят часто толковать юнгианские аналитики что для меня лично странно как некой влюбленности переноса перенос типичной ситуации для человека как он обращается с неким другим как большим другим его отношение к другому. Естественно так как аналитик не проявляет себя никак человек с собой в анализ эту ситуацию приносит и рано или поздно он ее отыграет в свою типичную сцену. И тут аналитик он ее как в зеркале и покажет вот вот это ты к другому ты относишься именно таким образом не так как ты себе думаешь не как ты надевая маску пытаешься это вскрыть а вот таким образом и именно за счет этого и происходит анализ то есть излечение когда человек наконец-то увидел увидел не просто ему сказали а прочувствовал во всей своей экзистенции как он живет и как он встраивает себя в мир а теперь представьте себе что если то же самое произойдет по отношению к субъекту эпохи то есть в данном случае субъект эпохи тоже может сдвинуться с этой легкой точки невротизированности но кто может выступить в качестве психоаналитика субъекта эпохи естественное искусство причем не искусство какое-то отдельно взятое а совокупность всех искусств становясь зеркалом для человеческой культуры оно способно сдвинуть его с мертвой точки и повторить тот же самый процесс который происходит в сеттинге в аналитической теперь представьте себе такую ситуацию что если искусство искусство предложенное тем же Лаффенман или многими другими виденными деятелями культуры в самых разных видах искусства наконец-то добьются того что это искусство станет основным и общество начнет видеть самое себя вот если вам на прошлой лекции позапрошли говорил что невроз является неизбежностью субъекта а вот в таком случае я поставлю это под определенный вопрос если общество радикальнейшим образом изменится то вполне вероятно что невроз по крайней мере в том виде в котором мы его сейчас знаем у субъекта эпохи не будет обязательным условием человека как такового предзаданностью к существованию общества если общество будет постоянно видеть самое себя в отражении а тут самый самый наверное интересный вопрос который не все рискнут задать но который задать стоит а как я определяю что это искусство является зеркалом вполне закономерный вопрос но можно много что назвать зеркалом зеркало как известно только то что зеркало не является все остальное не является дело в том что искусство вроде музыки того же Лаффенмана имеет совершенно уникальное свойство если ваши органы чувств присуплены духовный мир огрублен если вы видите только черное и белое в пределах этого никаких градаций просто не замечаете то вы воспримите эту музыку как просто необработанный шум тут начнут возникать всевозможные вопросы да я и так сам напишу у меня так сосед по батарее стучит дрель подобные звуки сдает кстати подобные реплики весьма показательны дело в том что начиная с 19 века складывается весьма причудливое представление о ценности произведения искусства которое сопряжено с его мастероведостью и сложностью для изготовления то есть ценным произведением искусства считается то что сложно реализовать что другой человек реализовать не в силах потому что он этому не учился на самом деле это в музыке тождественно культу виртуозов культ виртуозов как известно появляется тогда когда общество аристократии оттесняется постепенно вещанство здесь аристократы владея музыкальной культурой умели отличать тончайшие нюансы исполнения им не нужно было постоянно доказывать что человек мастер исполняет какие-то супер рактуозные вещи мастера от не мастера люди погруженные в культуру могли отличить и так когда мещанин пытается повторить опыт аристократа он может отличить сто процентов это мастер или не мастер если этот допустим очень быстро играет или этот нарисовал очень-очень много человечков которые похожи на настоящий это значит правильное искусство я же такое не смогу сам сделать значит это мастер сделал а в другом случае он просто сомневается он не может вынести вердикт верно это хорошо это или плохо и получается что искусству передается весьма любопытное свойство когда оно очень-очень ресурсозатратно мы видим что его делали долго то это значит хорошее произведение искусства например там булаки на волне сколько там деталей прорисованы таблицо у каждого прорисованы или какие-то картины такие где масса людей заболевает они особенно большое впечатление производят на нищанина потому что вот сколько деталей особенно если все детали еще собраны в миниатюру так это просто вообще шип однако представьте себе что художник всего лишь какой-то жест делает на картине один штрих этот штрих оказывается обладает совершенно колоссальной силой трансформативности как тот же Ньюман Баррот Ньюман допустим с художником но я не спорю то что чисто технически повторить то что делал Ньюман может очень очень многим но ценность искусства не равна сложности произведения искусства ценность искусства равна тому потенциалу который она нам дает для нашего трансформативного опыта для преображения и те же картины Ньюмана они являются абсолютно гениальными и все равно сможете вы их повторить или не сможете но простите если вы их повторите это же все равно будут картины Ньюмана вы тут ни при чем абсолютно но если вы сможете сделать то же самое что сделал Ньюман но что-то совершенно другое то наверное вы будете выдающимся художником особенно если это окажет какое-то влияние на искусство но до Ньюмана искусство живописи существовало как-то почти 40 тысяч лет начиная с пещеры шове и пещеры воском и почему-то никто не догадался делать то что делал он и он это делал очень убедительно и эффектно нет никакого значения в том сложно это технически для реализации или нет это не вопрос оценки по если партия у исполнителя в симфонии очень короткая то ему нужно очень-очень маленький гонорай а если тот все время сидит играет то ему надо побольше что переходит в некоторых особенно народных оркестр очень гротеск ситуация когда каждую пьесу играют все то есть переинструментуются сочинения но новые полные составы чтобы задействовать всех музыкантов например то же самое происходит в отечественных духовых оркестрах постоянно почти постоянно все это подход мещанский в то время как аристократический подход это ценность отличий минимальных тонкость этих отличий и ценность современного произведения искусства определяется тем сколь много оттенков смысла вы сможете из него извлечь если вы способны дифференцировать на слух партитуре Лахенмана отдельные звуки и они складываются у вас в какую-то более-менее внятную картину уже если вы способны прочувствовать пульс его музыки еще лучше если же она открывается для вас как огромный полный мир миллионов красок и вы можете эти все краски прочувствовать то вы наверное один из самых богатых людей в этом мире потому что у вас есть целая вселенная но главное же в музыке идущей от Лахенмана и музыке самого конечно же Лахенмана даже не тот мир который он может нам подарить наверное новый мир дарит любое новое искусство становится умным а то что она является лакусовой бумажкой или зеркалом как угодно для определения глубины вашего внутреннего мира и помимо этого она способна стимулировать вас к развитию к росту если вы обращаетесь к такого рода искусству и не видите там ничего ну или видите что-то совершенно не то что-то простите в зеркале не отражаются то вампиры то есть нежити и с большой долей вероятности вы именно этой нежитью и являетесь а что такое нежить это паразиты то те кто ничего не могут привнести своего они не развивают человеческую культуру они лишь паразитируют на тех интенциях тех вкладах которые туда вливают другие естественно такой человек не услышит в этой музыке вообще ничего то есть совсем вот почему зеркало другой человек может услышать что-то достаточно невнятное что-то грубое резкое третье услышит что-то эфемерное наконец пока наш слух не дойдет до того опыта когда мы начнем слышать действительно многозвучный новый мир и уникальность этого зеркала нового искусства не только в том что мы можем определить типа способны не способны но мы можем анализировать насколько мы продвинулись вперед потому что это искусство через слушание которого мы постепенно привыкаем к дифференциации этого процесса это искусство способно нас поместить по ту или иную ступень этой лестнице ведущей к тому миру который предлагает нам лахима думаю совершенно очевидно что для того чтобы исправить какую-то ошибку нужно сначала увидеть в чем ошибаются так же чтобы причесаться привести себя в порядок мы должны видеть свое отражение пока мы не видим свое отражение мы видим некий образ нас он может быть идеализирован и с большой долей вероятности он таковым и окажется но он может быть одержимостью тенью мы наоборот можем считать что мы значительно хуже чем есть на самом деле искусство уже нового типа дает впервые нам абсолютную возможность проверить себя а как вообще что есть наш внутренний мир это выжженная пустыня или это все-таки цветущий сад и еще одно совершенно уникальное уникальная особенность лахенмановской именно музыки потому что то что я говорил о зеркале относится к искусству второй половине 20 века в целом ну как я это понимаю это не вычитано из книжек это некий личный опыт музыка желахенмана настолько концентрирована событиями что если мы способны эти события за это мизерное время прочувствовать и насладиться то это значит что мы можем прожить час нашей жизни как целый век и заметьте я примерно такую же аналогию вам приводил с музыкой Мортона Телбона но если Фелдман показывал нам непредсказуемость мира мы не знали чего от него ожидать может что-то повториться может не повториться может длиться до бесконечности может в любой момент остановиться то Лахенман показывает многообразие это не одно и то же это разное да совсем музыка Фелдмана как раз была предельно разряжена музыка Лахенмана предельно сконцентрирована и мы должны успеть насладиться за те мизерные секунды которые каждое событие может звучать в партитурах Лахенмана я приводил третью струнную квартет на эту тему наиболее яркость моей субъективной точки зрения сочинения автора которая настолько концентрирована этими событиями постоянно изменяющимися моментами что подчас мы не можем их даже отследить а мы должны погрузиться в них успеть и прожить их а Лахен Фелдман предлагал совсем лную модель он до предела растягивал события показывая что мы не способны наслаждаться какими-то явлениями к которым мы уже привыкли к каким-то пульсу сердца к биению сердца явления которые превосходят нас как сознательное существо мы же появились позже чем наша телесность как сознательное существо а значит оно не рядоположено субъекту но рядоположено биологической жизни человека но не рядоположено нам как субъекту и получается вот эти две грани предельная широта и предельная сжатость они очень многому могут нас научить по большому счету музыка Лахенмана она не только позволяет нам приобщиться к миру современного искусства она способна поменять наш взгляд на жизнь как таковую то есть человек научившийся отличать все эти мелочи в музыке естественно с таким же успехом отличает их и в самой жизни музыка не ради музыки пишется к этой теме я хотел бы отнести еще одну вещь дело то что музыка Дмитрия Курлянского которого я упоминал уже ныне как правило настолько тихая ну по крайней мере последнего сочинения что сколь бы мы не старались прислушаться к ней шорохи зала какие-то звуки которые мы вообще не замечаем потому что они обычные например вот этот проектор издает шум которые мы просто игнорируем эти лампы на самом деле издают звук вполне определенный достаточно громкий от этих звуков мы обычно абстрагируемся но когда то что мы пытаемся услышать еще тише и возникает настолько редко и не системно что как бы мы не напрягали свой слух оно вскользает от нас с одной стороны эта музыка учит нас тому насколько мы не управляем своим восприятием как таковым но с другой стороны как мне кажется она дает совершенно уникальный опыт того что все самое важное в нашей жизни находится на самом деле в мелочах именно умение отличать вот эти мелочи является тем даром которое дает инструментальная конкретная музыка любителю искусства любителю музыки да как-то потому что понимаете человек может стать сказочно богат человек может получить там просто огромное влияние и так далее но пока он не научится отличать мелочи это для него будет по-прежнему тем же самым он не сможет отличить разницы колоссальной да между предшествующим своими ситуациями и последующей потому что думаю очевидно и не нуждается в комментариях что каждая проблема каждая ситуация имеет свои проблемы в свою тяну сторону и нам лишь кажется что вот если бы мы были нефтяным магнатом вот у нас бы все было хорошо а то что мы должны жить там под страхом смерти да постоянно как приходится некоторым товарищам из этой категории то что мы должны постоянно отслеживать котировки и так далее то что на наш бизнес может повлиять совершенно а случайные вещи ну найдут где-нибудь еще одну скважину и пустят за бесценкой и весь наш все наше предприятие все дело нашей жизни может быть поставлено под угрозу тем более что она там тоже может кончиться так что понятно когда человек представляет некое идеализированное будущее именно связанное с какими-то материальными благами это редко когда соответствует его исканию соответствует его чаянию человек не хочет много денег человек хочет что-то он хочет наслаждения он хочет ну предположим власти компенсаторики отсутствие от признания своих ограничений как говорила да и человек не знает своих ограничений у него появляется жажда власти чем меньше он видит в себе тех недостатков которые есть тем больше его жажда власти что может переходить в последнюю фазу да это фаза Наполеона именно выднены всем известные места да которые именуются психиатрическими лечебницами там Цезарь и Наполеонов не честь таким образом искусство именно искусство современное искусство дающее нам возможность улучшить себя и есть то искусство которое за которым я вижу будущее и заметьте именно это искусство позволяет и учит нас видеть красоту если красота и спасет мир то никто не говорил что это красота та которая лежит на поверхности и та красота которая изначально доступна каждому если вы обратитесь к любым древним религиям то опыт контакта с Богом или опыт явления ангела или духа в зависимости от разных конфессий он всегда изображался в понятиях страха и трепета это никто не описывал как некое умилительное событие так что некий опыт столкновения с чем-то совершенно превосходящим нас это опыт который может восприниматься очень болезненно и вполне возможно что под убогими одеждами явившегося путника раскрывается вот он который идет проверять гостеприимство среди своей нации как в известной немецкой легенде германской легенде так что мой завет это слушайте смотрите читайте наш курс посвящен прежде всего искусству поэтому я показываю лучшие образцы на мой взгляд именно музыки я не обращаюсь к жанру кинематографа литературы и так далее однако и там есть полные аналоги такого вида искусства и музыка Аллахином она действительно способна дифференцировать ваши слова это я знаю на собственном опыте и на опыте который мне предложил Аллахином но не мне лично я общался с ним все-таки в пределах лекционных занятий а аудитории и это тот опыт который действительно работает или как говорил здесь Александр Хубеев которого я приглашал что когда он учился в среднем звене для него пределом современности была весна священная страна это говорит автор который изобрел целую кучу новых приемов и инструментов автор совершенно филигранного слуха понятно что наша стартовая площадка не может быть сразу же той же самой который на протяжении всей жизни шел сам Лахином понятно что изначально мы окажемся где-то ближе к началу лестницы кто-то ниже будучи очень далеким от музыкального искусства в принципе кто-то может быть ниже потому что он идеализирует лишь какую-то одну составляющую в музыке это бывает еще страшнее когда человек знает что есть музыка а что музыкой не является знаешь такой человек может на этой лестнице занять еще ниже ступень чем просто некий человек который хочет услышать что такое музыка хочет к этому приобщиться но не знает как и мы теперь знаем как к этому Олимпу музыкальному Олимпу двигаться как к нему идти сколько я лично не переслушивал сочинение Лахермана я всегда совершенно поражаюсь тому их безграничности их безграничности именно возможности их восприятия я еще не буду здесь выдавать из себя некого гуру который все слышит и все знает я слушал третий квартет очень много раз я знаю его чуть ли не наизусть тем не менее целый ряд фрагментов меня по-прежнему плоско потрясаю по емкости в одно мгновение такого большого количества событий и в то же самое время эти события не мешают друг другу а дополняют вот что уникально понятно что можно от головы написать миллионы событий за одну секунду происходящих но скорее всего у воспринимающего это сложится просто в шумбеке а внутри Лахенмановских же партитур это все-таки то что возможно в дифференциации и то что ведет нас к дифференциации как когда-то древний человек отпочковался от того что называлось мистическим соучастием с природой постепенно начиная видеть что-то солнце и так далее отделять какие-то важные знаковые элементы так же и мы можем учиться но уже на ином мире в мире виртуальном в мире искусства отделять одно от другого а потом постепенно дифференцировать внутри выделенных каких-то больших блоков все более и более мелкие составляющие кстати именно так интерпретируется творение мира Августин Блаженов в своем трактрате о гради Божьем и его никто не обвинял в оскорблении чувств верующих он является одним из основателей патристики признанных как восточной так и в западной церкви и тем не менее он интерпретировал творение в семь дней как познание мира отделение света от тьмы постепенная дифференциация сначала крупных объектов и последнее что видит человек он видит человека самого себя и вот именно видение человека и предоставляет нам современное искусство у меня на сегодня все если есть какие-то вопросы по сегодняшней лекции или по годичному курсу в целом я могу постараться на них ответить есть таковые у нас сегодня заключительная лекция я не знаю будет ли курс в следующем году я очень на это надеюсь но пока что ничего гарантировать не могу в связи с аутентизмом мы говорили о том что ситуация постоянного воспроизведения чего-то знакомого и уже бывшего сформировалась в музыкальной культуре одновременно с зарождением системы музыкального образования которая до сих пор остается ну и в связи с тем что на примере музыки мы говорили о том что требуется сменить подход к ее восприятию для того чтобы иметь возможность восприятия как можем ли мы говорить о каких-то изменениях в музыкальном образовании в обучении музыкантов в связи с этим я думаю что об изменении образований можно будет говорить только в том случае если мы получим в итоге новое общество то есть современная система как вы видите она будет иметь тенденцию только к закреплению то есть мы видим абсолютно явно невротическую педру которая стягивается и тенденция здесь очевидна приведет ли она к какому-то коллапсу который сам из себя породит нечто новое или все-таки новый тип общественных отношений сложится до этого катастрофического момента здесь пока сказать сложно но если мы получим в итоге новый тип общества а новый тип общества мы получим в любом случае ну или на худой конец отсутствия всякого общества то естественно мы должны будем говорить о том что будет новая система образования это сто процентов потому что что мы видим что я как раз показывал как постепенно невротизированный субъект невротизирующийся субъект это субъект сформированный в эпоху просвещения это по большому счету просвещенческий субъект который начинается невротизироваться с момента зарождения образования современного так мы мы же сейчас в этой же фазе находимся в принципе субъект не поменялся было очень много радикальных открытий но в принципе структура субъектность та же самая что у субъекта Вольтера у субъекта Руссо это не иной субъект эпохи и таким образом говорить о том что можем ли мы остаться такими же образование поменяется если даст только в лучшую сторону как затягивание этой самой петли или ласса если в лучшую сторону то сначала общество потом образование наоборот невозможно только сначала общество потом образование ровно как и в случае с просвещенческим субъектом я уж не стал в такие дела прилезть на лекции но на самом деле сначала концепт субъекта сложился а потом появилось музыкальное образование музыкальное вообще в целом профессиональное образование стало распространяться на очень широкий спектр деятельности в том числе творческих специальностей и так далее то есть появляется нормализация появляется власть такого типа дисциплинарного типа и естественно с активными вытекающими это приводит к постепенно все больше и больше подконтрольности того что происходит поэтому я не думаю что это какие-то реформы образования какие бы они сейчас не предпринимались они пусть проблему не могут решить то есть само государство должно не то что распасться я не сторонник анархии я считаю что из него должно вызреть нечто иное нехорошо если это вызрит что-то ценное да а не как в последней киноленте Ридли Скотта пусть осмотрели уже да чужой завет там как вы можете догадаться из названия ничего хорошего из человека не вызрело при контакте с определенными вирусом кстати советую посмотреть как пример коллапса этого ревизера в конце своей карьеры есть еще какие-то вопросы Леша я ответил на ваш вопрос да спасибо ну что если вопросов никаких нету то до новых встреч я очень надеюсь что курс будет в следующем году потому что я бы хотел даже и побольше лекций это скорее пробный год такой лично для меня был но это очень от многих аспектов зависит